Здравствуйте! Эфир продолжает программа «События» в студии Михаил Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Зрителям представили спектакль по пьесе известного русского драматурга «Богатые невесты». Глава Самары Елена Лапушкина ответила на вопросы жителей во время прямого эфира в Центре управления регионом. В числе актуальных вопросов – организация дорожного движения и транспортного сообщения. Одна из важных тем – ремонт путепровода на улице Земица. С начала недели проезд на участке закрыт, но власти постарались максимально продумать все варианты движения транспорта. Для этого проводились встречи с заводчанами, представителями профсоюзных организаций и местными жителями. В итоге удалось найти оптимальную схему движения. Рассказала Елена Лапушкина и об организации садово-дачных перевозок. В этом году и за ранние весны они начнутся в Самаре с 15 апреля. Рейсы будут два раза в неделю, а с 1 мая – четыре раза. При этом на ситуации с транспортом в городе это не скажется. Работа общественного транспорта – это одна из самых важных тем для города, отметила Елена Лапушкина. Для поддержки губернатора Дмитрия Азарова наметились системные сдвиги. Например, уже этим летом Самара получит 12 новых трамваев. Закупит также 50 новых автобусов. Все это благодаря серьезнейшей поддержке правительства Самарской области. Город, в свою очередь, будет платить лизинговые платежи из местного бюджета. Кроме того, в этом году начнут ремонтировать трамвайные пути на Новосадовой. Правительство региона на это выделило 139 миллионов рублей. В городском бюджете на модернизацию вагонов заложено 145 миллионов. Мэр подчеркнул, что в Самаре уже пустили дополнительные автобусы по маршруту номер 67. Увеличили количество транспорта из микрорайона Новая Самара в утренние часы. По Волгарию также проработали вопрос. Теперь общественный транспорт заезжает и в этот микрорайон. В числе главных тем – уборка города. По словам Елены Лапушкиной, в месячнике по благоустройству уже приняли участие более 126 тысяч жителей Самары. Лучший председатель, комплексное развитие территории, социальная поддержка населения. В Самаре на заседании Президиума Ассоциации Совета Муниципальных Образований Самарской области под руководством главы города Елены Лапушкиной подвели итоги лучших практик ТОС 2023 года. Подробности в репортаже Ольги Павловой. На очередном заседании Президиума Ассоциации Совет Муниципальных Образований Самарской области главы муниципальных районов, городских округов и сельских поселений в повестке дня сразу несколько важных вопросов. Среди них дата 18-го съезда Ассоциации. Ежегодно его проводят в апреле или в мае. В этом году мероприятие запланировано на вторую половину этого месяца. На сегодняшний момент согласована дата 21 апреля. Как раз день местного самого праздника. Предлагаем съезд провести 21 апреля. Таким образом, отметила глава города, членам Ассоциации удастся не только встретиться в профессиональный праздник, но и подвести итоги совместной работы за прошлый год. Обсудить текущие вопросы, которые касаются муниципальных образований региона и наметить планы на будущее. О состоянии развития местного самоуправления области за 2022 год доложил исполнительный директор Ассоциации Дмитрий Славецкий. В прошлом году Самарская область заняла первое место по количеству инициатив среди других регионов России. В ходе вот этой работы присылались разные инициативы к нам. Мы старались отбирать наиболее значимые, наиболее существенные для органов местного самоуправления. Ну, то есть аккуратно так немножко корректировали эту работу. И будем надеяться, что все-таки сама вот эта идеология работы федеральных проектных команд с участием органов местного самоуправления благотворным образом повлияет на организацию местного самоуправления, в том числе у нас в регионе. Также на заседании подвели итоги лучших практик ТОС 2023 года. Этот конкурс ежегодно на протяжении трех лет организуется Ассоциацией Совет муниципальных образований Самарской области. В текущем году он объединен со Всероссийским конкурсом, который проводит Общенациональная ассоциация территориального общественного самоуправления. Заявки победителей после вручения им наград направят в ООА ТОС для участия во втором уже федеральном этапе. Целью проведения этих двух конкурсов является мотивация поощрения представителей ТОС, всесторонняя поддержка ТОС как эффективного способа участия населения в решении вопросов местного значения. В текущем году на конкурс надбор Самарской области был представлен 41 проект ТОС. В рамках конкурса особенно учитываются проекты, связанные с социальной и иной поддержкой участников СВО, членов их семей. По семи номинациям комиссии были выбраны лучшие. В номинации «Благоустройство и экология» победил ТОС номер 7 городского округа Тольятти. Проект «Озорное веселое детство» набрал 1172 балла. Проект «А у нас спортивный час» стал лидером в номинации «Формирование здорового образа жизни». Его представил ТОС «Декабристов» городского округа Сызрань. В номинации «Местные художественные промыслы, культурные инициативы, развитие туризма» первое место взял проект «Отчаянной домохозяйки». Отдельную призовую награду в этой номинации получил ТОС «Сургутский» сельского поселения Сургут. За проект «Интернет для старшего поколения» награду вручили ТОСу «Перспектива» промышленного района Самары. Особенно был отмечен победитель в номинации «Межпоколенческие связи» с проектом «Своих не бросаем». Им стал ТОС «Зубчининовка» Кировского района Самары. Его активисты своими руками изготавливают печи, маскировочные сети, окопные свечи. Отправляют посылки мобилизованным и проходящим лечения в госпиталях. У них есть замечательная семья, которая собирает гуманитарную помощь. Они выкладывают в общий чат, когда они едут на передовой, причем едут муж и жена на своей собственной машине. Такая всеобъемлющая работа, к ним едут парни с передовой с заказами. В номинации «Комплексное развитие территории» первое место отдали проекту «Шлюзовой культурной» ТОСу номер 8 городского округа Тольятти. А лучшим председателем ТОС единогласно была выбрана председатель ТОС номер 1 Октябрьского района Самары Елена Пронина. За время месячника по благоустройству, который начался 1 апреля, в уборке города приняли участие более 126 тысяч человек. Это сотрудники предприятий города, муниципальные служащие, активные жители. Промежуточные итоги подвели на оперативном штабе в департаменте городского хозяйства и экологии с участием главы города Елены Лапушкиной. Укладываются ли сотрудники коммунальных служб в график и когда начнут работать фонтаны? Расскажем в сюжете. В Самаре продолжается месячник по благоустройству. Он начался 1 апреля. Уже прошли два средника и один субботник. В уборке города приняли участие около 126 тысяч человек. Это сотрудники предприятий города, муниципальные служащие, активные жители. Промежуточные итоги подвели на заседании штаба в департаменте городского хозяйства и экологии под руководством главы города Елены Лапушкиной. Сейчас в Самаре сотрудники коммунальных служб готовят к покраске остановки, скамейки, урны, ограждения. Отмывают и очищают от старого покрытия. К концу месяца все они будут покрашены. Все городские фонтаны готовы к новому сезону. 15 апреля пройдут пробные пуски, а 22-го фонтаны начнут работать на постоянной основе. Работы, которые намечены, идут по плану, по графику. Если говорить по уличной дорожной сети, у нас в порядок приведено порядка 66%. По скверам, паркам порядка 54%. Если говорить по набережной, то есть 78% территории набережной уже от запланированных работ проведены. Отдельно на штабе обсудили тему вывоза твердых коммунальных отходов. Многие самарцы весной начинают делать ремонт, а старые рамы и двери, мешки со штукатуркой и кафелем выносят на контейнерную площадку. Меж тем она предназначена для бытовых отходов, а строительный мусор вывозить должен собственник. Это такая, к сожалению, традиционная проблема для городского округа Самара, что когда приходит весна, наступает мечник по благоустройству, люди начинают чистить территорию, и дома, и крыши, и подвалы, и, увы, складывают весь этот мусор на контейнерные площадки. И, конечно, контейнерные площадки и перевозчики, что называется, захлебываются мусором. Сегодня в очередной раз проговорили на штабе, где присутствовали и перевозчики, где присутствовали главы внутригородских районов, где присутствовали подрядные организации, и управляющие компании о том, что все-таки надо настойчиво проводить разъяснительную работу с жителями. Есть строительный мусор, есть бытовой мусор, и не весь мусор можно складывать в контейнерную площадку. 15 апреля в Самаре пройдет Гагаринский субботник. Принять в нем участие могут все желающие. Город готов обеспечить активистов всем необходимым. Грабли, перчатки и мешки для мусора можно получить в офисах управляющих компаний. Виктория Шарая, Константин Головин, События. В парках Самары готовятся к началу летнего сезона. В рамках месячника по благоустройству там проходит генеральная уборка. Так, в парке Гагарина начали мыть колесо обозрения. Сезонные аттракционы начнут работать на следующей неделе. О том, что уже сделано, в нашем следующем репортаже. Учащийся колледжа Савелий Анисимов вместе с однокурсниками сразу согласился на просьбу помочь с уборкой в парке Гагарина. Ребята все утро собирали прошлогодние листья, складывали их в мешки. С начала городского месячника по благоустройству уже более 450 волонтеров из образовательных учреждений и других организаций приняли участие в подготовке к парковому сезону. Ну, я решил, почему бы и нет. Я все-таки хороший гражданин. Скоро будет тепло и можно будет сюда ходить, гулять с друзьями, есть мороженое, ходить на развлекательные аттракционы, хорошо проводить время. Я буду гулять, а здесь чисто. И все ребята мои будут видеть чистоту, а не грязь. С начала апреля в парках Самары идет генеральная уборка. Только за первую треть месячника по благоустройству очищено от прошлогодней листвы свыше 150 тысяч квадратных метров газонов. Покрашено и установлено более 270 скамеек и 150 урн. Также наводят чистоту на пешеходных дорожках. Повышенное внимание уделяют состоянию детских игровых и спортивных площадок. В парке Гагарина начали мыть колесо обозрения. Кабинки моют как внутри, так и снаружи. Очищают сплит-системы. Генеральная уборка аттракционов идет во всех парках областного центра. Работать они начнут уже с 20 апреля. И хотя колесо обозрения функционирует круглый год, с этого дня оно будет работать дольше. С 10 утра до 10 вечера. Безусловно, особое внимание уделяется безопасности. Без этого мы никуда. Что касается всей аттракционной техники, она у нас проходит. И у нас, и у тех, кто работает на территории парков. Она проходит обязательное освидетельствование ежегодное, которое говорит о том, что аттракцион готов и может эксплуатироваться. Параллельно уборке территорий в Самаре приводят в порядок рекламные конструкции. Всего в областном центре их установлено более 900. Чтобы внешний вид конструкции соответствовал облику города и технической документации, рабочие удаляют с опор незаконно наклеенные объявления. И граффити обрабатывают опоры антивандальным составом. Кроме того, проводят текущий ремонт. Бывает баннер отрывается с рекламной конструкции. Крепления рекламных конструкций, они ржавеют. И приходится их менять периодически. Подобные работы их владельцы проводят два раза в месяц. Сотрудники департамента городского хозяйства и экологии ведут ежедневный мониторинг. Светлана Тимофеева, Григорий Плешаков. События. Строительство новой станции метро «Театральная» продолжается. Работают в двух зонах. В историческом центре и в районе перекрестка улиц Новосадовой и Полевой. На второй стройплощадке занимаются фундаментной плитой под тоннелепроходческий комплекс. Трудятся в соответствии с графиком. Приступить к монтажу второго тоннелепроходчика планируют в ближайшее время. В центральной части города необходимо закончить переустройство инженерных коммуникаций. Возле зоны метростроя в районе перекрестка улиц Вилоновской и Галаксионовской. По информации регионального управления капитального строительства, от Минстроя России получено очередное разрешение на строительство уже основного этапа. Сейчас к нему готовятся. После завершения строительства и ввода театральной в эксплуатацию, жители отдаленных районов региональной столицы смогут быстро и комфортно добираться до исторического центра и обратно. Метро строить очень хорошо и нужно, безусловно. Вот я живу на проспекте Ленина, значит, долго ждал, когда же появится станция Лабинская. То есть теперь у нас дом Козлова на проспекте Ленина стоит до метро, нам ходьбы, так сказать, пять минут. Теперь продляет до центра. В центре тоже очень много народу живет, все центры учреждения культуры. Поэтому то, что метро двигается дальше, это очень нужно и правильно. В Самарской городской думе прошло заседание комитета по образованию, социальным вопросам, культуре, охране здоровья, молодежной политике, туризму, физической культуре и спорту. Центральным стал вопрос, касающийся итогов совместного выездного мероприятия комитетов на объекты социальной инфраструктуры, находящиеся на реставрации или в процессе строительства. Об итогах встречи расскажет Александр Гусева. Самарские депутаты проверили, как идет строительство соцобъектов в городе. Итоги объезда обсудили на заседании комитета по образованию, социальным вопросам и культуре. В центре внимания бассейн на территории Кубышевского района, ДК на площади Кирова, бывший кинотеатр «Юность», где будет школа искусств, и детский сад в границах Кирова, Старозагора, Воронежское и Московского шоссе. Мы посмотрели четыре этих объекта. Было очень приятно находиться на территории детского сада, видя, как там дружно, очень четко, слаженно работает подрядная организация. Четко мы услышали срок окончания. Но были и замечания, в том числе и к плохо организованному ограждению кинотеатра «Юность». Небольших денег стоит сделать хороший информационный банер, щит, где указать, что здесь будет кто-то, сделан проект, здание, картинку нарисовать. Может быть, и в вандальном отношении к забору-то меньше будет. Комитет по образованию городской думы будет держать под контролем строительные и реставрационные работы по возведению и восстановлению социально значимых объектов. Александр Гусева, Николай Епифанов. События. Когда родной дом ближе, чем кажется. Рядовой Станислав Ульяненко вернулся в отпуск из зоны специальной военной операции. В Самаре у бойца любимая жена и трое детей. Он с нетерпением ждал этого дня, мечтая обнять родных и близких. О долгожданной встрече и трогательном расставании. Репортаж Ольги Павловой. На этой фотографии Алиса, Василиса и Артем рядом с мамой. А здесь папа Станислав заботливо обнимает детей и еще не знает о том, что буквально через несколько месяцев примет одно из главных своих решений. В зону специальной военной операции впервые Станислав Ульяненко попал 27 мая прошлого года. Никто не принуждал. Говорит, сам почувствовал, что нужно ехать и помогать братьям на передовой. В моей роде ребята не унывают. То есть, если идти прямо на передовую, на фронт, они готовы. Меня просто тянет туда, не знаю почему. Я, в принципе, после первого раза, когда приехал, думал, ну, то, что не будет тянуть, а все равно тянет. Ностальгия. Тот первый раз, о котором говорит Станислав, запомнился ему надолго. Старший стрелок только учился держать оборону в Запорожской области. Все случилось в считанные секунды. Рассказывает, страшно не было. Сначала не понял, что произошло, но быстро сориентировался. Оставить везде товарищей сослуживцев не смог. Под обстрел попали сильные под град. Вот там сильно повезло мне. Был и ранен. Ну, мне в госпиталь осколок вытащили, и я сразу ехал обратно на передовую. Хоронить, конечно, не приходилось, но оказывать первую помощь, да, оказывал. То есть, были люди на грани смерти. Мы спасли их. В заслуженном отпуске Станислав отдыхает, гуляет с детьми и много времени проводит на Воронежских озерах. Здесь он вырос. В Самаре бойца встретили с теплом. Кураторы семей мобилизованных вручили продуктовый набор в рамках проекта «Обращение отпуск», билеты в театр и цирк для детей. Кроме того, семье Станислава Ульяненко было организовано льготное питание в дошкольных и общеобразовательных учреждениях, а также медицинская помощь. Также консультация по оформлению кредитных каникул, если они нужны для семьи. В трудоустройстве оказываем содействие также. С каждой семьей работаем индивидуально. То есть, если есть какая-то потребность, мы стараемся ее отрабатывать максимально быстро. Семьям, мобилизованных в зону специальной военной операции, гарантированы переводы на бюджет, вузы и СУЗы, бесплатное питание в дошкольных и школьных учреждениях, дополнительное образование в спортивных комплексах, а также, что немаловажно, содействие в поиске подходящей работы. Но самое главное... Чтобы у детей все хорошо было. Вот, в принципе, я ради этой цели, наверное, и пошел туда. То есть, как бы, семья живет хорошо. Уже завтра Станислав Ульяненко отправится вновь в зону специальной военной операции. Дети поддерживают отца и считают его героем. Да и сам Стас уже душой и сердцем с бойцами, со своей второй семьей. И пока Алиса, Василиса и Артем пишут папе очередное трогательное письмо на передовую, он вновь отправляется на Донбасс. Уже без страха, с улыбкой, с уверенностью, что победа обязательно будет за нами. Ольга Павлова, Игорь Казановский, События. Мультипроектирование как тренд современного телепроизводства. Такой теме посвятили очередной онлайн-лекторий в рамках федерального информационного проекта «Добрые новости». Встреча нацелена на повышение квалификации руководителей и представителей образовательных учреждений. Александра Гусева продолжит тему. Создание социально значимых телевизионных проектов, проведение грамотной информационной политики и формирование медиа-центров на базе образовательных учреждений. Эти вопросы обсудили на очередном онлайн-лектории. Его тема – мультипроектирование как тренд современного телепроизводства. Такие встречи в рамках федерального информационного проекта «Добрые новости» направлены в первую очередь на повышение квалификации руководителей и представителей образовательных учреждений. Тема сегодня важная – тема мультипроектирования как современный тренд телепроизводства. Потому что мы прекрасно понимаем, что все телевизионные программы у нас сейчас выходят за пределы эфира. Сегодня мы будем говорить в том числе о тех социальных проектах, которые делает ваша замечательная компания. В рамках этой темы спикером выступила главный редактор телеканала «Самара ГИС» Елена Орлова. Она рассказала о важных проектах, которые реализует телеканал. Например, авторская программа «Право на маму» помогает найти семью детям из приютов и домов ребенка. Проекты «Хочу домой» и «Зоопатруль» рассказывает о помощи животным. А программа «Обернитесь» – это уникальные истории людей, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, но не утратили надежду и веру в лучшее. «Важные письма» – проект, позволяющий подрастающему поколению прикоснуться к истории, которая творится здесь и сейчас. И мы понимаем, что это те проекты, которые вовлекают людей уже в реализацию социально значимых проблем, заставляют их задуматься о важности исторических событий, о важности тех героев, которые связаны с этими важными победами в истории России. Телеканал «Самара ГИС» активно развивается и в соцсетях. Паблик ВКонтакте по-прежнему удерживает лидирующие позиции среди сообществ российских телекомпаний. Второй месяц подряд мы входим в тройку лидеров по вовлеченности подписчиков ВК по версии New Media с показателем 4,2%. Сайт «Самара ГИС» – это динамично развивающийся информационный портал, где представлен широкий спектр новостей – от событий городского масштаба до происшествий в России и мире. Напомним, что информационный проект «Добрые новости» реализуется с 2012 года. В рамках проекта регулярно проходят форумы, мастер-классы, лекции, конкурсы. Телеканал «Самара ГИС» неоднократно становился победителем в конкурсе «Добрые новости» в разных номинациях. Александра Гусева, Григорий Плешаков. События. «Русский шекспир» – так называют знаменитого драматурга XIX века Александра Островского. Он создал 47 пьес. Спектакли по одной из них «Богатые невесты» представили самарским зрителям в рамках фестиваля «Театральная весна Островского». Галина Топилина увидела постановку. В этом году исполнилось 200 лет со дня рождения драматурга Александра Островского. Его творчество стало важнейшим этапом развития русского национального театра. В каждой его пьесе яркие персонажи, интересные сюжетные перипетии, образный, но в то же время простой, понятный язык. Поэтому его произведения пользуются большой популярностью как у актеров, так и у зрителей. У Островского, у него вот так выстроено, он учился у испанцев, у испанских драматургов. И там герои вообще, вот они что думают, то и говорят. Вот, поэтому получается роль более такой выпуклый, более такой вот полноценный. Зрителям очень нравится Островский, они радуются его спектаклям, просто вот как дети сказкам. Не надо ничего выдумывать, нужно просто идти за Островским и придешь куда надо, говорит режиссер театра Самарская площадь Евгений Дробышев. Для самарских зрителей он поставил на сцене пьесу «Богатые невесты» в рамках фестиваля «Театральная весна Островского». Это история о простых людях, их идеалах и неидеальных поступках, о выборе между материальным благополучием и нравственными ценностями. Моя героиня очень со сложным характером, потому что в молодости она была светлым, чистым, искренним человеком. Воспитали ее совершенно иначе. Гордую, со всеми нашими пороками. И потом уже в этом возрасте ее пытаются переделать обратно вот в этого ангелочка чистого, нежного. И у нее складывается серьезная работа в голове. Интересно, что пьеса «Богатые невесты» не была оценена современниками Островского должным образом. Про такие произведения обычно говорят, что они написаны для будущего. И действительно, сегодня зрители принимают спектакль с особой теплотой. Фестиваль «Театральная весна Островского» продлится до конца апреля. Галина Топилина, Григорий Плешаков, События. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. В поселке Управленческий преобразился сквер Озакса. Городское пространство находится в районе дома номер 13А по улице Сергея Лозом. Его обновили по национальному проекту «Жилье и городская среда». Здесь выполнили мощение тротуаров, обустроили газон с автополивом и провели озеленение, оформили парковочные места, установили новые осветительные приборы, скамейки и урны, пишет телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской». Именно жители решают, какие самарские общественные пространства преобразятся уже в следующем году. С 15 апреля по 31 мая на единой федеральной платформе пройдет рейтинговое голосование за городские территории, которые благоустроят в 2024 году. В субботу в Самаре состоится матч между командами «Крылья Советов» и «Химки». Для удобства зрителей организуют дополнительный транспорт. Трамваи номер 11-12 по окончании матча будут ожидать болельщиков на конечной остановке «Самара-Арена». К остановке улицы Алматинская будут поданы дополнительные автобусы номер 1-67-34-41 в сторону проспекта Кирова, а на остановку улицы Дальняя дополнительные автобусы маршрутов номер 1-67. Следующие – до поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глинка и Микрорайон «Крутые ключи», сообщает городской департамент транспорта. Продолжается прием заявок на участие во всероссийском конкурсе «Семья года». В этот раз он проводится по номинациям «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья» и «Семья-хранитель традиций». Прием заявок идет до 8 мая, сообщает в своем телеграм-канале Департамент опеки, попечительства и соцподдержки «Самары». На этом выпуск подошел к концу. Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин